А вот здесь, мне кажется, мы уже сейчас стрянем. Здесь прям грязь, вот я стою, ну давай посмотрим. Тут надо глубоко, вот так вот. Думаем, куда ехать. Вот так, пониженно включай. Ой, 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 ой. Утонул? Я лопала. Походу, ребята, нашли мы приключения все и походу мы притонули. Грязевая резина, стопроцентная блокировка, самоблок. Все, да, все. Я на ту сторону не могу пройти, потому что там все. Ах, да, Андрюх, попробуй. На ту сторону еще точка. На котик, походу, все. Выезжай туда, выезжай туда, выезжай. Газу, газу, газу. Нормально. Ну а что, тут плотненько сидишь? Опа-на, трос. Подъезжай, Андрей. Ага. Он тебя в натяг втянуть будет. Так, ну что, смотрите, сейчас натягиваем. Надо рывок, Андрей. Назад сдай и рывком. Все. Поехали. Давай, рывок. Стоп, 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 не закапывайся, не закапывайся. Удвиняем, делаем 20 метров динамки. Если ты сейчас с таким голосом до нас туда едешь. Не знаю. Поставили другой шакл. Первый шакл у нас просто разлетелся. О, этот шакл держит. У меня был палец примерно с такой. Тросы нормально. Но шакл просто в лохмуты разлетелся. Мы даже не можем найти. Покупаем лучше шаклы. Толще. Посмотри, мы не можем оранжевую вытащить. Вообще не можем никак. Так, сейчас мы подсоединяем пульт. Лебедочку. Цепляем лебедку за оранжевую. Я сзади тросом держу Ниву. И лебедкой будем тянуть. Смотрите, как лебедка работает. Автомобиль на тормозах, на ручнике. И он просто катится. Нива настолько там плотно у нас сидит. О, смотрите. Мощная лебедочка, конечно. А там бесполезно, по-моему. Вообще не идет. Все, цепляю тебя? Да. Давай цепляем. Так, сейчас у нас зацеплено два автомобиля. Но здесь пока динамка. Сейчас она натянется. Антоха пока вообще никак не выдвигается. Обалдеть. Здесь, смотрите, ползет. Мой автомобиль пока стоит. Но потому что трос динамический. Пока натягивается. Так, все, вроде встал. Смотрите. Немножко останавливается. Все, 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 все. Антоха начинает выезжать. Да, лебедка это тема. Лебедка это тема, конечно. Антоха самостоятельно хочет выехать. Но, к сожалению, пока не получается. Ну вот он, какой бы трактор ни был, он все равно застревает. Вон, видите, садится. Прям чуть-чуть буксует и садится. Агрессивная резина стоит. Прям чуть-чуть буксовывает и все, и садится. Чуть-чуть осталось. Агрессивная резина. Агрессивная резина. Агрессивная резина. Настоящая болота. Просто, настоящая болота здесь. Ну все, получилось, сматываемся. Ну что, пробуем. Подъемчик градусов 45, песочек, зимняя шипованная резина. Так, берем разгон чуть побольше. У меня сюда заехать получилось. Я заехал. На повышенную что решил? Да ладно. Залетел. На повышенную не хватило. Повис. На лонжероне повис. Вот так вот, все, надо будет сдергивать. Ребят, сейчас мы Нива Тревел, максимальная комплектация, относительно новый автомобиль. Попробуем с вами проехать, ну и первое впечатление об этом автомобиле. Так же трясется, как и 31 Нива. Мосты, вибрации идёт. По комфорту, конечно, намного интереснее. Меньше шумов, абсолютно меньше. Отличается, ну, шевик или по-другому-то шевик же. Намного мягче скрипов вообще не слышно. Вибрации тоже нет. Сидушечки поудобнее. Морда, как бы она повыше, покороче, мне кажется. Вот такие вот, знаете, визуально смотрятся. То, что... Катаем сейчас по песку. Первая пониженная. Такого гула, как в 31-й, раздатки, первичного вала, коробка, я не слышу здесь. Слышно мосты, ну, то, что полный привод. Но я удивлён, честно сказать. Совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень. Интересненький. Ничего нигде не скрипит, всё классно. Опа, чуть-чуть не хватило. По двигателю здесь тот же самый 1.7, 83 лошадиных силы. Вот. То есть ничего нового, никаких блокировок. То есть, ну, столько автомобиль. Ух ты, как он уйдет. Да, быстренько. Да, в диагонали, конечно, тоже не заезжает. Не хватает. Немножко блокировочек. Не хватает. Да. О, давай, давай, Дост. Отлично. Итог. Интересный автомобиль. Меньше скрипов. Ходовые тут, в принципе, ничего такого глобального не поменялось. Но по комфорту намного лучше. Прям вот намного. Я бы себе прикупил такой автомобиль. Ну, не важно, Chevrolet или вот эта модель, смысла нет. Но удобно. Сзади место, в принципе, тоже есть. Чуть побольше, тем в трехдверной. Вот. Сидеть сзади можно. И багажник есть. То есть, вот, примерно миллион, да, наверное, сейчас этот автомобиль стоит. Около миллиона, наверное. Чуть поменьше. Не знаю, какие цены сейчас. Так что, за миллион тачка полноприводная. Нормальный вариант. Ну, вот покатался я на Niva Travel. Мне понравилась. Хорошая тачка. Внутри, по комфорту. Ну, вот я ее загнал, диагональ заблокировал. Вот. Ну, не шевелится, конечно. Стандартная. Нивовские проблемы. Стандартная. Нет, нет, разгона. Она тяжелая. Да. Еще больше возьми. Да, вот так. Стоп, стоп. Стоп. Давайте подрацикл посмотрим. Мотор, видишь, не хватает. Она первая, вторая. А попробуй. Да, первый газ в пол. Монопривод. Без системы ESP. Газ в пол. Проехал дальше. Нет, ты дальше проезжаешь. Пробуй. Давай еще раз. Первая. Газ в пол. Резину не травим. Расскажи, вот у тебя коробка. Типтроник она, типа, получается. То есть, вот я перевожу на первую. Включая первую передачу, все, он роет, идет, идет. Включается на вторую. Блин, вот хоть держи ее, что ли, на первую, я не знаю. Попробуем? Давай сейчас я попробую. Потому что, как бы там вот, когда песок все такой, нажимаешь на окно, но зимний режим, это со второй трогается. Ну, чтобы меньше обороны, меньше буксов. Не хватает, мотор не выносит. Попробуй, короче, вот все это отключить, да, без зимнего режима. Да, давай, без зимнего первая. Попробуй придержать. Да, придержать, попробуй, чтобы не включалась вторая. И газ в пол. Пробуем? Газ в пол, да, пробуем. Счастья. О, опять переключился, видишь? Хоть держит, хоть не держит. В отсечку, в отсечку, давай, давай, давай. Блядь, смотрите, сколько не хватило до дороги. Буквально метр, вот так вот. Электронных помощников нету. И, к сожалению, передний привод не едет. Другой способ. Стравиться и выезжать. Это будет самый нормальный способ. Зацепили за трос. О, сколько он сделал? Пять попыток примерно, да? И все, маслом завоняло, не то ли с коробки, но прям запах масла. Я сначала думал, тасол. То есть, на автомате, видите, как не любят они, не любят они такого, такой нагрузки. Такой нагрузки не любят. Прямо руль поставь. Поехали, поехали, Андрей. За ней его. Все. Всего-то, ребят, смотрите, градусов, я не знаю, 20-25, наверное, угол подъема. Да, и песок, и тяжело. Едем с покатушкой по другой дороге. Уперлись в трубу лежит, газ тянул в поселок. Вот заодно посмотрите, какие домики, поселки строят. Под Оренбургом. Не знаю, как поселок даже называется, честно говоря, вообще не знаю. Вообще, конечно, интересно. Все, ребята, будьте здоровы, не болейте, подписывайтесь, пишите комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok